Есть психолог, который говорит, не ищите на Тиндере мужчину через сайты знакомств. Зачем вам мужчина, который всегда сидит на сайте знакомств? Он будет с вами, кто все равно будет звонить. Этот психолог имеет диплом, но диплом никогда не указывает на предназначение. Это суть происходящего. Поэтому человек, который ищет чейс Тиндер, или еще через что-то, а еще через что-то? Ну, другие сайты знакомств, допустим. Но он говорит, идите, если любите танцевать, идите там танцы, идите в зал там. Все верно. Правильно, естественно, говорит правильно. Но эта речь идет о том, что когда вы пришли на речку, и вы облюбили себя рыботой, вы ищете мужчину. Один человек говорит, нет, только удочка работает. Который говорит, нет, только спиннинг. Третий говорит, нет, только дон. Вы приходите на берег с донкой, с спиннингом и с удочкой. Нет, вы можете быть только спиннингист. Но может случиться так, что сегодня не день хищной рыбы, А сегодня день кормления соровой рыбы. И вы на поплавочную удочку надергаете, будьте вам здоровы. А Тиндер нужен? Да. Хождение в спортзал там, или куда вы там сказали, на танцы? Конечно. Это сработает? Нет. Ничего из того, что перечислит тот психолог, не сработает. Сработает только одна вещь, боковое зрение. То есть, когда вы что-то делаете, вы боковым зрением вдруг видите, что кто-то движется с вами рядом, в этом же направлении, примерно с этой же скоростью. У вас есть время его рассмотреть. И вы такой, а тебе куда? Мне туда. О, и мне туда. Классно. Но если он такой какой-то резвый, такой, как пуля, вы не усмели его рассмотреть. Если он медлительный и тюхтий, ну, то он остался у вас за спиной. А если он движется примерно, слушайте, поравнялись. Слушай, давай не сбивать ногу. Слушай, а ты чем занимаешься? Ну, это все. Это не следствие поиска, а вопреки ему. Но без поиска вопреки не случается.